Почти месяц назад, 28 июня, состоялись первые дебаты. А уже 5 ноября весь мир узнает имя нового президента Соединенных Штатов Америки. В предвыборной гонке традиционно соревнуются демократы и республиканцы. Этот процесс, конечно, сам по себе непростой, но его отягощают еще и дополнительные сложности. 13 июля общественность всколыхнула новость о покушении на кандидата от республиканцев, предыдущего президента штатов Дональда Трампа. Помимо Эспунга, политику это добавило еще и популярности. Следом, 21 июля, президент США, демократ Джо Байден, отказался от своего участия в выборах. За выдвижение от Демократической партии согласилась бороться вице-президент Камала Харрис. Байден заявил о том, что он отказывается от участия в президентской гонке, и он вместо себя рекомендовал выдвинуть в качестве кандидата Демократической партии Камалу Харрис. Камала Харрис в настоящее время выполняет роль вице-президента в администрации Байдена. Ну и таким образом мы можем сказать, что в принципе и Байден, и Харрис – это одна команда. И на данный период времени нет никаких оснований каким-то образом разводить политические позиции двух этих лиц, то есть Байдена и Харрис, потому что, еще раз хочу подчеркнуть, что они представители одной политической партии, одной политической команды, и никаких оснований думать о том, что, например, в данный момент Камала Харрис будет занимать какую-то иную позицию, отличную от той позиции, которая была у команды Джо Байдена ранее, оснований у нас нет. Что известно о новом кандидате на пост президента? Камала Харрис выступает за переход на экологически чистые возобновляемые источники энергии и снижение масштабов выбросов углекислого газа в атмосферу, за ужесточение контроля над личным оружием и запрет продажи автоматического оружия, реформу правоохранительных органов, отмену смертной казни, а также за увеличение налогов для крупных финансовых институтов и расширение социальных программ для небогатых слоев населения. По вопросам социальной политики, вице-президент США изначально поддерживала идеи сенатора Берни Сандерса о здравоохранении для всех и полном финансировании этой сферы из бюджета. Однако позже высказывалась за сохранение возможности выбора между частной или государственной медицинской страховкой. По сравнению с Байденом, конечно, Камала Харрис более динамичный политик. Она происходит родом с Ямайки, достаточно сложная семейная история. В прессе есть информация, что она из семьи смешанной рабов и рабовладельцев. Достаточно интересная такая биография ее семьи. Но я думаю, что это прямого отношения к делу иметь не может, поскольку все будет определяться теми политическими заявлениями, которые будут реализованы Камалой Харрис уже после того, как состоится ее официальное движение на съезде демократической партии в Чикаго. И вот там, где это произойдет, вот мы уже на основании ее выдвижения, дальнейших ее заявлений, лозунгов, мы уже четко можем характеризовать ее политическую позицию. Нужно отметить, что политическая позиция Камалы является недружественной по отношению к Российской Федерации. В этом вопросе, конечно, совсем не стоит разделять Харрис и Байдена. Ведь они и их команда выступали за санкции, которые вводились против России на протяжении всего времени. Делали различные недружелюбные заявления в отношении нашей страны и многое другое. С точки зрения российских интересов, по словам эксперта, пока никакого оптимизма появления на политической арене Камалы Харриса вызвать не должно. Однако к миграционной политике она довольно лояльна. Все-таки в Америке очень большое количество тех, кто может проголосовать за демократического кандидата, это раз. Во-вторых, достаточно большое количество выходцев из, скажем так, Африки, Азиатского региона, то есть цветных избирателей, которые, наверное, будут склонны голосовать, опять же, за Камалу Харрис по разным причинам. Ну, в частности, одной из таких причин является то, что Камала Харрис достаточно лояльна к миграционной политике, при езду мигрантов в Соединенных Штатах. А Трамп, в свою очередь, миграцию заявлял несколько раз, что будет любыми путями, ну, скажем так, ограничивать. Поэтому представители волны новых мигрантов, они будут, конечно, скорее всего, голосовать за Камалу Харрис. Вступление Камалы Харрис в президентскую гонку может изменить расстановку сил. Для Дональда Трампа ее появление в качестве противника скорее нежелательно. Ему бы, конечно, интереснее и проще было бы противостоять Джо Байдену. В то же время уход Джо Байдена расцениваться как крайняя неожиданность не может. Ведь мы могли наблюдать за тем, как на протяжении своего срока президент США ввел себя крайне неактивно. Кто победит, покажет время. Ну, а мы пока можем только рассуждать. Карина Саяхова, Универ Новости.